Ребята, наверняка многие из вас занимаются музыкой или мечтают самим создавать музыкальные шедевры. Но как вы знаете, это занятие довольно дорогое. Но на любимое дело зарабатывать деньги можно всегда. Как, например, сделал я, когда стал ставить букмекерской компании MostBet. Делай как я, регистрируйся на сайте БК MostBet, это займет у тебя максимум 20 секунд. Получай самый большой бонус на первый депозит среди российских БК, 15 тысяч рублей. Я занес 10 косарей и сразу получил 15, а потом за пару часов поднял в 3 раза больше. А чтобы не париться с сайтом, просто скачай себе приложение, 15 тысяч рублей по ссылке внизу. Йоу, салют. Салютики, лютики. Привет, привет, привет. Давно не общались с вами, решил запустить прямой эфир. Посмотреть, что как, как у вас дела. Кзык-зык-зык-зык, Бабич, привет, братишка. Смотрел видос, как ты ставил Саврополе на конске. Очень круто, очень круто. Все двигались там. Да, вернулся, конечно, братан. Да, скоро выйдет. Скоро выйдет. И не один сгрев. Много чего готовлю для вас. Так что будем и флексить, будем и танцевать. Много, много, много музыки. Поэтому не скучайте. Вот сгревали недавно треком от молока вас. Как вам трек GN? Усуки за джейлу. Можем его, кстати, послушать даже. На фоне врубить. Фрешблад, фрешблад. Чуть по чуть смотрю. Смотрел вчера выпуск, как они видятся со своими наставниками. Прикольно. На фоне пока играл. Кстати, в PUBG начал играть. Чуть по чуть. Позже скину ник. Кому будет кайф, можем поиграть вместе. Но это очень редко. Спреско, Спреско, да. Спреско на связи. Спреско лучше. Крутой чувак. Когда будут треки наподобие Smoketeers. Наподобие, наподобие. Я не думаю о том, чтобы сделать наподобие, чувак. Я просто творю. Либо ты принимаешь как бы как личность. Либо тебе нравится что-то отдельное. Не знаю, как бы. Это путь самовыражения и способ сказать что-то. Когда тур? Когда тур? Тур осенью. Смотрите, ориентировочно. Это будет где-то в ноябре начинаться. И кончаться может концом декабря. Но скоро будет все. Анонсы, все такое. У вас будет время подготовиться. Так что не парьтесь на этот счет. Все узнаете. Расскажи, кто тебя вдохновляет. Ну, в принципе, жизнь. В принципе, окружение. События, которые происходят. Не знаю, все. О всем можно сказать. И о чем хочется, то мы говорим. Альбом готов. Ну. На достаточное количество процентов. Ладно, короче, очень скоро я выпущу EP. Будет не очень много треков, но они будут достаточно флексовые, качевые. Я думаю, вам катят. Биты, да. Напиши. Я тебе вышлю свою почту. Ну, в принципе, в группе написано ВКонтакте. Пожалуйста, зайди. И там есть отдельная почта для битов. Это личная почта. Больше туда ничего лишнего не надо. Слать. Когда мерч? Мерч будет. Ну, к туру точно будет. Но пораньше постараемся сделать. Странно. Я вроде бы сижу через Wi-Fi, но на компе очень плохо запускается интернет. У меня есть дрейды. У меня есть дрейды. Можем поговорить о фите. Ну-ка, напомни, хоть один MC с дрейдами есть, с которыми я записался. В чем логика твоего вопроса? Что там по треку на фоне в цвет? Цвет сейчас. Сейчас врубим. В Краснодар, в Краснодар. Ну, как? Погостить? Я думаю, в гости залечу летом. А с Концком это ближе уже к датам тура. Потому что отдельных выступлений вряд ли намечается. Да, футболочки делали, я вам скажу, очень странным образом. С дизайнером сложно было подружиться. Так что, если у вас есть охуенные какие-то дизайнеры, можете порекомендовать, можете скидывайте в личку. Можете писать большими буквами дизайнер, чтобы было первое сообщение. Я увижу. Обязательно посмотрю. Потому что с этим дефицит. С теми, кто охуенно исполняет. Его половинка салют. Какие города? Тур формируется, ребят. Пока не могу сказать, где какие города. Что изменилось с твоим вступлением в БМ? Слушай, ну, что тебе сказать? Они занимаются концертами, я не думаю об этом. Вот и все. Ну, типа, это удобно. Это букинг-агентство. Пиздато. С хорошим опытом. Почему нет? Крутые ребята, они знают свое дело. А я как бы творю музыку, как и творил. С теми же, с кем и делал. Да, в Киев обязательно надо залететь. Конечно, конечно. Я знаю, что у меня там есть слушатели. И туда надо мчать. Сейчас за граном просто решу вопрос. Моя мама охуенный дизайнер. Тогда пусть твоя мама нарисует что-нибудь мне, если хочет. Так, так, так. Суки за Джейло. Салют всем, кто только что залетел к нам. Задавайте вопросы, какие вам интересны. Я постараюсь на это ответить. Я редко выхожу в эфиры, поэтому поволтаем. В перерыве от создания музыки. Привет. Да, перед туром будет, конечно. Но, в принципе, я не привязываюсь никогда ни к турам, ни к каким-то датам. Я просто творю и выпускаю. Если ты посмотришь даже историю в моей группе, то я все время что-то выпускаю. Все время музыка выходит. Так, а скоро еще старые работы, предыдущие, загружу на площадки цифровые. Сможете слушать в комфортном режиме. Треки на английском? Ну, был кое-какой трек на английском, который не вошел в серфинг 2. Но мы его не выпустим. Нет, не являются инвестором. Вот я ответил на вопрос. Все self-made, чувак. Такая жизнь, блядь. Такая вот. Если хочешь быть свободным. Я не увидел, кто заходил, кто заходил, кто заходил. Какой трек больше всего тебе нравится из своих? Ну, знаешь, такой вопрос. Странный, не знаю. Мне все нравятся песни. Если бы мне нравилось, это бы не выходило в свет. Как относишься к своим фан-пабликам? Я офигительно отношусь к своим фан-пабликам. Спасибо им большое. Иногда там очень смешные шутки проскакивают. Иногда забавные. Ну, и в целом это, по-моему, мило и прикольно. Я сам угораю со всяких фан-пабликов. Типов, которые... Sorry. Как связь, как связь? Вот, тут человек задавал вопрос. Много треков остается, которые не входят в альбом? Или просто треки, которые вы не выпускаем по каким-либо обстоятельствам? Ну, да, внушительное количество, но не так уж много. Бывают просто такие потоки, что пишется по много песен сразу, и они просто пиздатиши. И вот так был записан тем летом Badman Gang. Но я когда-нибудь расскажу об этом поподробнее. Было записано там пять песен подряд. И они все были охуительные. Какой... А бывает так, что просто оставляем. И просто не выходит. То есть нам нравится, но мы не видим эти песни в концепции какого-то релиза. И не видим их просто сингловыми. Марко Поло. Марко Поло выйдет скоро. Кстати, на самом деле музыка играла. У меня просто были выключены колонки-то. Так что... Все играло. Какой зарубежный певец больше всего нравится и по душе? Слушай, каждый раз новых нахожу, новых слушаю. Juicy World нравится. А вообще из таких уже устоявшихся артистов... Ну там Young Tak мне одно время очень нравился. Ну сейчас меньше слушаю, но очень уважаю его творчество. Всегда наслаждаюсь. Учите по такие устоявшиеся артисты, состоявшиеся. Так. С кем планируешь фитовать в ближайшее время? Ну смотрите, в ближайшее время я планирую фитовать. С Америкой. С Аути. С Плоти. Про Одессу. Окей, окей. Принято, принято. Вот тут еще один вопрос. СБМ ограничивают творчество или Full Freedom? Да нет, конечно, никто не ограничивает. В смысле они вообще не касаются моего творчества. Успокойся. Я делаю... Йоу-йоу-йоу. Так, мы остановились на вопросе, ограничивают ли там творчество. Нет, короче. Чуваки, забейте. Они занимаются концертами и все. Ну, пока ничего не могу сказать. Стоит ли покупать шумоизолирующие стены? Стены не обязательно, но вот такие вот штучки надо бы тебе купить. Даня, приезжай в Прагу, наебашь у тебя охуенным газом. Очень вайбовое место. Может, и приеду. Напиши в этот директ. Спишемся там, если что. Может, будет возможность. Как насчет Фрэнк Оушен? Фрэнк Оушен крутой альбом. Блонд, крутой альбом. Оранж, что-то там, да? Ну, Оранж ФМ, по-моему. Фрэнк Оушен в целом хороший артист. Некоторые вопросы просто не отвечаю, потому что отвечал совсем недавно. Что думаешь про Гонфлад? Гонфлад крутой чувак, делает клевую музыку. Крайний альбом мне зашел вполне. Слушал. Так. Совсем. Так, давайте чуть промотаю. Ау-Ти Мали? Ретро-трек, но он выходил всего лишь в том году. Почему прям ретро, брат? А на каких? А ты на каких условиях был? Каким макияжем тебе нравятся девушки? Это сложный вопрос. Всем, всем ведь разная движуха идет. Мне кайф вот этот трек послушать Ау-Ти. Очень крутой. Называется Катерок. Очень милое название. Вообще охуенный исполнитель Ау-Ти послушать его. Своя работа сильная. Раря? Да. Ну, Раря временно занят своими вопросами. Он скоро вернется. Ау-Ти, Ау-Ти будет в плоти. Очень крутой материал, ребят. Вы охуеете реально. Там очень сильные треки. Прям взрыв будет для сцены. Новая движуха. День и днем и вечер. А я порой еще тот романтик. День и днем и днем и днем и днем и днем. День и днем и днем и днем и днем. Снова ловим полную. А, нет. Сорян. Так, был вопрос. Я увидел, как с Максом Мглой познакомились. Да, слушай, мне понравилось творчество парня. Услышал его клип. Синий-белый бобик на квартале. Вот этот жутик, отел. И мне понравилось. Потом я послушал его эпихи, которые выходили. И мне все зашло. И в целом я ему, короче, написал в группу. Мы списались. И все. Я пригласил его на концерт. Это был первый концерт его в жизни. В его жизни. Он говорил. У него крутой материал выйдет. Я тоже слушал. Классно. Так что зацените. Обязательно. Ну-ка, забери и в кругу. Да ничего не надо. Я удаст глубоко. Лови послание и задай. Нужно больше пожара. Нужно больше пожара. Субтитры сделал DimaTorzok. Не, не на чемпионат мира не ходил. Никак с этим не связан. Вообще не касаюсь этого. Я только на консоли в футбол учусь играть. Так что не мое. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. конечно таким шампунем пользуешься мавы и не коверкаешь человек берегись тебя ищет киза у меня не щитки за ручку я тебя уверяю как тебе в обменах мир охуенный тип альбом монеточки заценил крутой альбом классные альбомы монеточки бодрый-бодрый интересный звук вообще имеет место быть на российской сцене и тексты и тексты тоже кайфовый как правильно производить носится нет my waves произносится правильно когда фит с гречкой ну когда будет тогда будет ну просто творим мы не стремимся никто из нас к фитам каким-то но есть есть отдельные персонажи которые очень любят фитовать но я не из таких людей я в этом опросе такой щепетильный чуть-чуть чувак битмейкер не нужен и что за студия чувак нет битмейкер не нужен спасибо и студия не нужно знать тебе что за студия про лизера спрашивали с лизером знаком они как-то приезжали с концертом в ростов когда осенью по моему вот тогда мы познакомились и с пашком флэшем тоже хорошие ребята ты по мне ай и серым еще где джек был нормально как пацаны вообще бодрые ты знаком с чемодан клан как они тебе чемодан клан до знаком это круто пацанам вообще респект лютый потому что я их слушал плотно и по сей день котирую ребята делают ровный став рнд птз connect базуля луи серфер здорово здорово серфер блеки серфи бак 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 из какого района ростов бульвар депо нормально отношусь абсолютно помню выходил какой-то склеенный фит это не настоящий фит если вы не знаете типа у него какая-то демка была под этот бит и у меня есть трек и кто-то соединил типа на части почему-то на рифмах это запостили кстати его альбом еще пока не слушал но ознакомиться мне советуют я там с рядом треков уже познакомился нужно еще послушать как время найду доп-клаб доп-клаб тоже знакомился с доп-клабами когда они приезжали до классные классные пацаны ровные я тогда как раз как раз в этот день приехал еще после съемок смокетирс вот и сразу же не заезжая домой уже пошел встречаться с ребятами табаско нет не послушал еще к сожалению от начала до конца ни разу но хук-хук заценил очень классный порча сделал слушай да мне понравился трючок у него с дизастром выходил и еще и еще что упорчиво у него выйдет очень там крутой трек очень крутой трек но с дизастром там у него фишечка классная кстати давайте этот трек послушаем в принципе читаешь директ да читаю иногда директ вау вау Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok